Доброе утро! Сегодня 10 октября, среда. И сегодня, 10 октября 1992 года, считается или, скажем так, отмечается день-день психического здоровья. И в связи с этим мы в гости пригласили сегодня замечательную женщину Ислямову Галину Абдурашитовну, заведующую психологической службой Костанайской областной психиатрической больницы. Здравствуйте, Галина Абдурашитовна! Доброе утро! Вот сразу у меня первый вопрос. Что такое психическое здоровье? Вот день психического здоровья. Ну вообще, по инициативе Всемирной Федерации психического здоровья этот день признан отмечать как праздничный день для того, чтобы люди, во-первых, обращали внимание наше общество, обращало внимание и на психическое здоровье свое, и на людей, у которых действительно есть проблемы с психическим здоровьем. То есть, как говорят, что такое здоровый человек, что такое больной человек? Здоровый человек, который не болеет, у которого все благополучно. То же самое можно и сказать о психическом здоровье. Если вас не беспокоят никакие проблемы с психикой, если вы нормально функционируете, у вас хорошее настроение, хорошая работоспособность, вы добиваетесь поставленных целей, вы отражаете реальный мир таким, какой он есть в действительности, не искажая его, то значит вы психически здоровы. А я, знаете, вспомнила слова Фрейда. Покажите мне здорового человека, и я его вылечу. Да, мы тоже, у нас в среде психиатров и психологов тоже бродит такая шутка. Нет абсолютно здоровых психических людей, есть просто недообследованные. Вот так же. Поэтому, как бы, обращая внимание на эту проблему с 92-го года, я думаю, что вот правильно отметили, именно выделили в календаре такой день. И мы вот уже на протяжении, сколько это получается, 28 лет, да? Математиками с вами не очень хорошие. 26, наверное, да, 26. Но я хочу сказать, что благодаря вашей программе «Разбудильник» мы уже, по-моему, лет 15, так как отмечаем этот праздник. И мы всегда в студии знакомим наших телезрителей, в общем-то, с тем, что все-таки необходимо терпимее относиться к людям, имеющим заболевания психические. О том, чтобы быть грамотными в этой области для того, чтобы действительно культуру людей повышать в плане именно отношения к психическому здоровью. Потому что, ну, чего греха таить? Действительно, как бы, обыватели боятся, могут даже как-то даже и влиять на какие-то настроения в обществе, устрашая, так скажем, тем, что тебе надо обратиться к психиатру за помощью квалифицированной. Все боятся. Все боятся. Слово «психиатр» для всех. Не надо бояться. Как говорят, мы всегда боимся того, чего не знаем. Когда мы знакомимся с какой-то, допустим, новинкой, мы можем сопротивляться этому. Это же всегда так бывает. Какие-то преобразования, когда происходят в природе, в обществе. Сначала что делает мозг наш? Сопротивляется, потому что он боится, он не знает, что это такое. А потом, когда он, так скажем, немножко попривыкнет, когда он вникнет в ситуацию, потом получается, боже мой, оказывается, это не так все страшно. Поэтому вот это незнание, оно порождает вот эти всевозможные мифы, какие-то страхи ненужные. А потом, в общем-то, человек, бывает, что действительно страдает, и у него страдает качество жизни, у него страдает, может быть, его семья, того, что он не обращается за помощью. Просто я знаю, что многие боятся, что если ты к психиатру попал, то это уже, знаете, пожизненный диагноз. То есть все, если к психиатру, это навсегда. Евгения, я вас уверяю, что среди психиатров нет таких людей, которым бы хотелось просто-напросто взять, кого-то заклеймить. Поверьте, такой цели нет. Есть люди, у которых есть определенные проблемы, есть возможность излечиться от некоторых психических расстройств, от пограничных, например. Но я знаю, что вот депрессия, есть же очень тяжелые депрессии, да, Павел? Да, есть очень тяжелые. Особенно, я знаю, что связаны просто у меня как раз соседка как раз с утратой родных людей. И ведь они впадают в очень глубокую депрессию, и как раз психиатры могут вывести и вернуть к нормальной здоровой жизни. На сегодняшний день депрессия – это одна из таких болезней, которая считается в мире даже приводящей к инвалидизации. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, были даже такие предположения, что к 2020 году депрессия выйдет на первое место именно по инвалидизации. Слава богу, этого не произошло. И я думаю, по причине того, что все-таки у нас очень много современных психофармакологических препаратов, которые достаточно в короткие сроки восстанавливают людей. И если действительно вовремя обратиться, то качество жизни, конечно, оно гораздо быстрее, в общем-то, восстановится, и человек будет чувствовать себя работоспособным. Вовремя обратиться к психиатру, не бояться. Не надо бояться. Зачем долго-долго терпеть, когда пришел к психиатру, и это не на всю жизнь. Конечно. Вывели состояние, и пожалуйста, живите дальше нормальной жизнью. Потому что депрессия чем может быть страшна? Она сама по себе, может быть, не такая страшная болезнь, но у нее именно под влиянием того, что у человека бывает сильно долго пониженное настроение, и под влиянием пониженного настроения, под влиянием утраты, так скажем, вкуса к жизни, человек может лишить себя жизни даже. Поэтому не стоит доводить себя до такого состояния. Ну, и представьте, как снижается качество жизни тех, кто вокруг этого человека. Ну, естественно. Ведь я знаю, что даже это и твоим близким, и родным передается твое состояние. Естественно, близкие люди очень сильно реагируют на то, как себя чувствует их член семьи. Естественно, у человека, у которого пониженный фон настроения, человек, который бесконечно плачет, человек, который не хочет, так скажем, функционировать нормально, у него... То есть он не развлекается, его ничто не радует, его не радует ни еда, ни одежда, ни работа, ни члены семьи. Естественно, это все, конечно, распространяется. Отсутствие желания, да? Да, естественно, это все отражается на окружающих членов семьи. Естественно, они тоже впадают, они тоже реагируют, они как бы вот... Поэтому, я думаю, что стоит обратиться к психиатру. Даже не хотите ради себя, но ради тех, кто... Ради своих близких, да. Своих близких, родных, чтобы, ну, хотя бы их качество жизни, да? Да, получить и квалифицировать. А в итоге выйдите оттуда и свое качество жизни, и свое повесите. Естественно, знаете, вот тоже вот в среде психиатров и психологов тоже есть такая шутка или анекдотичное, так скажем, выражение, что, может быть, действительно, если у вас есть какие-то проблемы психологического плана, там, может быть, на невротическом уровне, то вы, конечно, от них не умрете. То есть это не высокая температура, это не перелом, там, или еще чего-то. Вы не умрете от этого, но и качество жизни от этого будет страдать. Вы не достигнете того, чего, может быть, бы вы достигли, будучи в психологическом плане более спокойным, благополучным, адаптированным. Мне кажется, после психиатра так выходишь, знаете, как говорят, щелкнуло что-то, и мир заиграл красками совершенно другими, да? Такое бывает? Бывает, конечно, когда люди именно с помощью специалиста, если они приходят на терапию, так скажем, вот уже психотерапию, и ищут, так скажем, вот проблемные точки, от чего они, допустим, стали неуспешными, или почему у них проблемы в семейной жизни, или что там у них, так скажем, вот с коммуникацией не в порядке. И в процессе терапии действительно происходят такие инсайты, но это не значит, что ему именно психотерапевт показал светлую дорогу, а просто он помог ему, исходя из его собственных ресурсов, именно направить его, так скажем, вот жизненные силы, его душевные силы, его психику, так скажем. Ну, я знаю, что некоторые думают, что это просто, да, там вот стрессы вокруг, а на самом деле даже бывает что-то в голове, да, какие-то нейроносвязы нарушены, которые, какой-то препарат даже просто, да, принимая его, они восстанавливаются, да? Есть, да, есть такие препараты, которые как раз-таки, да, воздействуют на такие рецепторы, которые у нас находятся в головном мозге, которые как раз-таки вот стимулируют выработку гормона, так скажем, счастья, гормона хорошего настроения. Когда у нас все хорошо, этот гормон вырабатывается в норме у всех, и его не надо стимулировать, вот, ну, вот если уже как бы вот наступает депрессивное состояние, конечно, организму надо помочь. И не надо думать, что это будет там какое-то привыкание, нет, врач как раз-таки вот именно под контролем назначат те именно дозы того или иного препарата, который не навредит. Вот так вот. Да. То есть не стоит вас бояться абсолютно? Конечно, не стоит. В большинстве своих у нас коллеги это очень милые, профессиональные люди, которые любят свою работу, которых становится, к сожалению, все меньше и меньше. Почему-то в последние десятилетия, ну, как бы профессия психиатра не стала очень такой популярной, потому что все-таки это связано с затратами психоэмоциональными, потому что, ну, она требует все-таки, конечно, отдачи большой психоэмоциональной. Большого психического здоровья. Большого запаса, так скажем. Да, стрессоустойчивости, большого запаса, и поэтому, как бы вот сейчас есть определенный дефицит у нас. Даже дефицит? Да, у нас большой дефицит в кадрах у нас. Если сейчас телезрители смотрят нас, да, и вы хотите, у вас есть, да, такие навыки, то есть вы профессионал своего дела, психиатр, пожалуйста, есть даже, так понимаю, вакантные места. Конечно, да. Мы бы с удовольствием, нас бы с удовольствием встретили в нашей службе, и, естественно, есть где развернуться, и, в общем-то, эта работа интересная, но, я говорю, требует, конечно, огромных душевных сил. Ну, а ведь отдача какая? Ты помогаешь людям? И видишь свой результат? Да, я думаю, что, и не думаю, а это действительно так, когда ты помогаешь хотя бы вот нескольким людям в этой жизни, это всегда приятно, это всегда стимулирует. Да, кажется, что тебе жизнь ты прожил не зря. Конечно. Ну, вы в начале нашего разговора сказали вот о культуре отношения к людям, которые, ну, все-таки, действительно, с психическими заболеваниями, например, вот есть, я знаю, такое сейчас очень распространенное, это аутизм. Вот у нас, в Костанай, как вот сейчас повышается культура отношения к таким людям? Ну, вообще, это детское заболевание, как бы вот в детстве ставится такой диагноз аутизм. И, действительно, в последнее время очень много стало рождаться детей именно вот с такой проблемой. Это не только у нас в Казахстане, это по всему миру такая проблема. И, естественно, врачи, родители все озабочены тем, что откуда у совершенно здоровых родителей возникает вот такая вот проблема с детьми. Причем, достаточно, скажем, на каких-то инструментальных способах диагностики совершенно нет никаких изменений. То есть, вот, можно пройти, там, скажем, МРТ головного мозга, какие-то еще исследования и не найти абсолютно никаких нарушений, да. Но все-таки проблема с психикой существует у детей. Дети после двух месяцев не фокусируют взгляд на своих родителях, они не смотрят в глаза. То есть, у них уже начинается формирование определенного своего своеобразного мира, который... Я знаю, что еще более поздним тоже определяют ведь аутизм, да, вот у трехлетних, пятилетних детей. Да, 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 да. То есть, до этого вроде бы все нормально. Нет, да, просто многие родители, не обращая внимания, думают о том, что на сегодняшний день, как бы, психическое развитие претерпевает определенные качественные какие-то изменения. И очень долго родители, даже если у них, скажем, ребенку, там, около трех лет, там, два года, три года, и если ребенок не разговаривает, родители считают, что это, в общем-то, ничего страшного. Ну, они начинают смотреть, да, у меня родственники. Они думают, что, ну, он же умеет, там, скажем, вот, пользоваться гаджетами, пользоваться видеомагнитофонами, вернее, там, смартфонами, телефонами, телевизорами и так далее, и так далее. И, как бы, вот, считают, что это нормально. Это не норма, конечно, поэтому нужно всегда обращать внимание, что здесь имеется определенная задержка, имеется определенное нарушение, и нужно обращаться к специалисту. Ну, вначале, если это, там, скажем, вот, до года, это к педиатру, а потом уже, естественно, и к невропатологу, и к психиатру. Ну, вот, аутизм, это что это? Это приговор на всю жизнь? Насколько они адаптированы, эти люди? Как они потом? Нет, это не приговор на всю жизнь. Вот почему нужно наблюдать ребенка в течение определенного возраста для того, чтобы, потому что с течением, так скажем, вот, с ростом, с изменением гормональной системы, с развитием психики, естественно, происходит изменение, и там уже, так сказать, принимается решение, либо это неврологическое заболевание, либо это психическое заболевание, поэтому нужно его наблюдать. Еще никто не знает, в чем причина, что влияет на развитие аутизма. Есть даже такая теория, что и питание влияет на развитие аутизма, что, в общем-то, определенные продукты способствуют. Ну, я думаю, что химические, скорее всего, да? Да, вот, какие-то там, да, есть какие-то включения, которые не самым приятным образом влияют. Но бывает такое, что вот дети, которым поставлен диагноз аутизм, они перерастают, и из них получается абсолютно нормально, или какие-то все-таки есть отклонения остальных? Ну, скажем, своеобразие остается. Своеобразие? Да, своеобразие. Но он вполне адаптирован. Ну, они могут быть адаптированы, да, они могут быть контактные, но здесь нужна огромная такая работа по ресоциализации и адаптации. И вообще, как бы, вот, все люди, имеющие психические заболевания, конечно же, они должны быть полноправными гражданами нашего общества. И надо сказать, что вот в Европе и в странах, скажем, Америки, как бы, более терпимое отношение к людям, имеющим психические заболевания. Мы еще не дошли до такого. Да, вот более 30 лет в Европе занимаются, так скажем, вот такой ресоциализацией психически больных, и у них есть такая программа, которая называется психообразование, когда людям, родственникам, близким родственникам объясняют, что за заболевание у вашего, так скажем, сына, дочери или мужа. И они становятся, вместе проходят какую-то, там, скажем, какие-то тренинги, какие-то маленькие такие, скажем, вот, способы адаптации. И, естественно, это дает огромный результат. Мы в нашей области тоже проводили эту программу, на базе нашего Кусанайского областного диспансерна психиатрического тоже проводилась эта программа. И, в общем-то, родственники были довольны, потому что они стали больше понимать своих больных родственников. А это, кстати, очень важно, потому что на сегодняшний день самая большая беда в том, что близкие люди, близкие люди психически больных людей, у которых, вот, скажем, вот, заболевание с таким неблагоприятным течением, шизофрения, которые имеют инвалидность, от них многие родственники отказываются просто-напросто, и они становятся ненужными. Хотя вполне они могут быть, жить, да, в обществе. Естественно, они, прежде всего, должны жить в семье, это наши близкие люди. Это тоже, да, своего рода терапия для таких людей? Конечно, конечно. Они должны периодически возвращаться в социум, они должны быть со своими близкими людьми. Это тоже их, естественно, оздоравливает и положительно влияет на их болезнь, так скажем, вот в плане ремиссии. Но, к сожалению, вот это... Пока у нас еще этого нет. Да, мы делаем маленькие шаги в этом направлении, но, опять же, нужны, конечно, специалисты, нужны люди, вот именно социальные работники, социальные психологи, которые бы занимались и с родственниками, и с психически больными, именно вот в плане ресоциализации, реадаптации. Вот за рубежом есть даже такие, даже, как бы, мини-деревеньки, где психически больные люди самостоятельно живут. У них, ну, как бы, такие коммуны, общежития. Ну, у каждого есть своя отдельная жилплощадь. Они сами должны будут себе, там, скажем, обеспечивать себя, готовить себе еду, следить за своей одеждой. А социальный работник только приходит и, как бы, смотрит, нам не сказать, что прямо контролирует, но помогает где-то, но, тем не менее, и наблюдает для того, чтобы вовремя определить, насколько пациент вовремя принимает лекарства, насколько он готов, так скажем, вот к самостоятельной жизни. Если у него, так скажем, что-то не получается, ну, его возвращают на лечение опять на какое-то время. Но, тем не менее, он знает всегда, что у него есть перспектива быть самостоятельным. И они реализуются в творчестве, пишут музыку, какие-то рисуют картины, создают группы. Кстати, из таких людей ведь очень есть талантливые люди. Очень есть талантливые, да. Именно в творческом плане. Много миру могут дать. Конечно, и не надо бояться, и не надо, так скажем, вот их относить к какой-то там, не знаю, определенной стигме, что эти люди недостойны этого. Хотя вот на сегодняшний день наше общество, в принципе, вот мы сейчас идем к тому, что, скорее всего, и все люди в нашей республике тоже, может быть, изменят отношение к нашим больным, потому что идет интеграция службы психического здоровья в первичную медико-санитарную помощь, в поликлинике. Ну вот вы рассказали об этих коммунах, но я думаю, что, значит, нам есть к чему стремиться. Конечно. Есть такой хороший пример. И, может быть, когда-нибудь, да, возможно, даже совсем скоро, ведь бывает же так, да, и у нас появятся вот такие вот коммуны, и у нас люди с психическими отклонениями. Будут сами себя обеспечивать, работать. Ведь на сегодняшний день, конечно, это очень проблематично. Это ведь очень важно. И только для них, но и для нас тоже. Да, естественно. Чтобы они были социально адаптированы. Галина Абдурошитовна, спасибо вам большое за такие встречи, которые происходят 10 октября. Напомню, это Всемирный день психического здоровья. И давайте будем к нашим, к людям, которые вокруг нас, да, возможно, они не такие, как вы, но они тоже люди, они тоже имеют право на то, чтобы жить, радоваться и, возможно, даже давать, да, какие-то творческие вещи, ведь очень много... Делать мир многообразным и интересным. Да, талантливых людей. Давайте относиться к ним терпимее, давайте будем толерантнее тем, кто рядом с нами. А я напомню, сегодня у нас в гостях была замечательная женщина Ислямова Галина Абдурошитовна, заведующая психологической службой Костанайской областной психиатрической больницы. Спасибо вам, Галина Абдурошитовна. А мы двигаемся дальше. Ислямова Галина Абдурошитовна.